дорогие мои друзья рады приветствовать вас на канале наталья мастер сегодня вас ждет вторая заключительная часть по вязанию юбочки романс назовем ее с прекрасной каймой красивейшая юбка из великолепной пряжи портофина спешите в магазин за красотой тем более на днях стартовали акции со 2 по 12 мая акции целых шесть и подарочные и скидочные поэтому проходите по ссылке в описании под видео и ознакомьтесь какие же это шесть акций в моем магазине вышел новинка новый бокс сокола белый потрясающий пряжи летнего ассортимента немецкой и итальянской ну а мы с вами приступаем юбочки вы можете взять ее на любую длину а сейчас я напишу внизу с какого по какого ряд повторяйте листочки чтобы она была максимально длинная сколько вам хочется и в конце вас ожидает такой цветочный мотив красивый элегантный цветочек красивая кайма юбочка смотрится просто шикарно поэтому обязательно вяжите вместе со мной получите огромное удовольствие как получила его я 12 ряд мы шагаем опять во второй столбик и у нас 6 столбиков а нам нужно получить 4 4 воздушных петли подъема и я вяжу четыре столбика 2 3 4 3 воздушные петли у нас 4 столбика в 1 я провязываю 2 1 2 1 2 далее воздушная петля во второй снова 2 1 2 воздушная петля в 3 2 1 2 воздушная петелька и в четвертую тоже 2 1 и 2 и продолжаем 3 воздушные петли 1 столбик пропускаем 4 вяжем 1 2 2 3 4 теперь 2 воздушные петли и под арку из 2 воздушных петель мы вяжем столбик тоже да в моем случае это патентный столбик с одним накидом далее один столбик пропускаем 4 и повторяем раппорт заканчиваем 12 ряд 13 ряд так у нас 4 столбика нам нужно чтобы осталось 3 мы вяжем сразу 4 воздушные петли и далее из 2 столбика мы вывязываем накид из 3 накид и потом провязываем все 3 петельки вместе 3 воздушные петли 1 столбик пропускаем из первой четверки во второй мы вяжем столбик с одним накидом теперь вяжем под арку из одной воздушной петли 2 столбика 1 2 воздушная петля и еще 2 1 2 теперь вяжем 2 столбика каждый в свой 1 2 теперь вяжем 1 столбик столбик 1 столбик у нас остается до центра воздушная петелька центральную арку мы вяжем столбик и симметрично продолжаем воздушная петля 1 столбик пропустили следующий мы вяжем столбик далее четверку под арку 2 столбика воздушная петля еще 2 воздушная петля еще 2 и 1 1 оставляем 3 воздушные петли и листочек закрываем провязывая 3 столбика 1 пропускаем вяжем накид из 2 из 3 из 4 и все вместе 3 воздушные петли и а из столбика мы вывязываем 1 столбик и 2 3 воздушные петли и продолжаем заканчиваем 13 ряд провязываю второй столбик не до конца у меня остается две петельки накид и верхушку тройки кстати мне кажется я немножко в начале ошиблась и не патентные обычные столбики вязала когда 3 вместе конечно вяжите либо 2 с двумя накидами как обычно либо патентные потом я вспомнила и стала вязать правильно провязываю столбик с одним накидом для того чтобы оказаться в вершинке одного из двух столбиков мы закончили на этом 13 ряд 14 ряд мы начинаем так столбик 4 воздушные петли подъема далее 3 петли поворота 1 столбик мы пропускаем троечку вот здесь пропускаем 1 столбик и вяжем 2 столбика 1 и 2 готово теперь 4 столбика мы провязываем сначала 2 потом воздушная петля и 2 под арку 1 2 воздушная петля еще 2 под арку теперь 2 столбика так отодвигаем следующие 2 1 и 2 2 воздушные петли у нас был один столбик в предыдущем ряду и мы в него вяжем 2 1 2 симметрично 2 листик 2 воздушные петли 1 столбик пропустили 2 провязываем каждый слой далее под арку у нас идет четверка что каждый парочкой воздушная петелька и в два следующих столбика провязываем 2 столбика 1 и 2 с этой частью закончили 3 воздушные петли и и нас интересует мы пропускаем убавку и нас интересует 2 столбика мы провязываем в первые 2 столбика 1 2 воздушная петля и во второй 2 1 2 3 воздушные петли пропускаем опять начинаем вязать секцию с листочками и так весь ряд заканчиваем 14 ряд 2 столбика воздушная петелька мы начинали с петель подъема провязываю второй столбик 1 2 3 4 и в четвертую петельку соединительный ряд закончен 15 ряд возвращаемся обратно соединительным столбиком провязываем 3 4 воздушные петельки подъема это первый столбик 3 воздушные петли поворотом и далее вяжем листочек пропускаем первый столбик и нам нужно провязать 7 столбиков считаем 1 2 3 4 под петельку 5 6 7 теперь мы свяжем такую конструкцию 4 накида между столбиками вводим крючок провязываем 2 накида еще 2 2 последние петельки накид во второй накид вводим крючок вытягиваем и провязываем патентный столбик с одним накидом 3 воздушные петли 3 воздушные петли 3 воздушные петли и снова вяжем 7 столбиков 1 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 и нам осталось решить что в этой части раппорта очень просто 1 столбик пропускаем 1 вяжем под арку провязываем столбик 5 воздушная петелька столбик и четвертый столбик в следующий 3 воздушные петли и теперь часть с листочками опять 7 цветочек 7 и так до конца ряда заканчиваем 15 ряд 3 воздушные петли во второй столбик столбик далее столбик под арку воздушная петелька столбик под арку 1 2 3 4 и соединительный столбик если вы не хотите шагать назад соединительным столбиком можно провязать так после воздушной петли мы вяжем столбик не до конца остается 2 петельки и далее соединительный столбик через все петли и мы оказываемся там где нам необходимо 16 ряд провязываем воздушные петли подъема 3 петли поворота далее у нас 7 столбиков и мы вяжем с вами сначала два первых столбика мы провязываем вместе убавка столбик и вторая убавка еще два вместе и воздушные петли и теперь мы вяжем столбики столбики раз и два внутрь арки мы провязываем 8 столбиков раз два 3 4 5 6 7 8 теперь снова 2 каждый их столбик столбик раз два 3 воздушные петли и симметрично один столбик мы пропускаем 2 провязываем вместе 1 2 вместе 1 остается 3 воздушные петли что мы делаем с этой четверкой с этой галочкой мы вяжем точно так же столбик пропустив 1 под арку мы провязываем столбик воздушные петли столбик и столбик столбик 3 воздушные петли и повторяем убавка столбик убавка и так далее заканчиваем 16 ряд воздушная петля столбик под арку остается две петли и соединительный столбик 17 ряд здесь у нас с вами то же самое мы начинаем с 4 петелек подъема 3 петли поворота далее нам нужны вот у этого листика крайние 2 столбика мы провязываем два раза из одного из другого и 3 петли вместе 3 воздушные петли цветочек мы вяжем столбик в столбик между столбиками по воздушной петли 2 Раскрывается бутон таким образом у нас с вами. Последние 3 воздушные петли. Здесь симметрично провязываем, пропускаем 1 столбик, 2, 3 воздушные петли и галочку вяжем точно так же и повторяем раппорт. Столбик без накида в вершинку листика, 3 воздушные петли. Под первую арочку между столбиков, столбик без накида, 3 воздушные петли. И так мы двигаемся с вами по всем аркам. Петельки маленькие делать не нужно. 3, столбик, 3, столбик, 3, столбик, 3, столбик, 3, столбик и последний раз 3 столбика. 3 воздушные петли, в вершинку столбик без накида, 3 воздушные петли. И здесь мы продолжаем такой же мотив. Столбик, вот арку, столбик, петля, столбик и столбик. 3 воздушные петли, простой красивый ряд и арочки. Заканчиваем 18 ряд, 19 опять такое же начало, 4 столбика, далее 3 петельки поворота. И опять мы сразу обращаемся уже к аркам, к маленьким. Столбик без накида под первую арку. И арочка у нас получится в этом ряду. 1, опять 3 воздушные петли, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 3 воздушные петли и сразу переходим к мотиву из 4 столбиков. Первый, второй, воздушная петля, третий, четвертый, 3 воздушные петли. И снова к аркам переходим. Напишите, как вы любите вязать крючками с ручкой, крючками без ручки. Я обожаю наборы классика Tulip. Кстати, сейчас вообще на все инструменты скидка 10% до 12 мая включительно. От всех фирм, которые представлены у меня. Адич, Агу, Tulip, Нитпро, Прим и Tulip. Я люблю иногда цельнометаллическими классиками вязать наборами Tulip или с ручками, крючками. Все под настроение. И если тугое вязание, то я вам советую крючками без ручки вязать, особенно сумочки и так далее. Заканчиваем 19 ряд. 1, 2, 3, 4. Обычным способом. И 20 ряд, где мы провяжем такую же четверку. 4 петли подъема, далее 2 петельки поворота, и мы будем вязать столбики под арки. Мои патентные столбики или столбики с двумя накидами. 1, 2, 3. По 3 в каждую арку. Между ними воздушные петли. 1, 2, 3. Воздушная петля. Лепестки цветка. Давайте поговорим с вами о том, что такое прозрачность. Тема, которая очень волнует. Как-то нет у нас культуры. Ношение правильного нижнего белья, нижней одежды. Особенно для вязаных вещей. Давайте оговорим основные правила. Лучше всего не использовать, хотя возможно, конечно, прекрасное исключение, белое белье. Даже под белые вещи. Лучше используйте телесный оттенок, который подходит к тону вашей кожи. Бюстгальтеры лучше без кружева использовать, да, под вязаные вещи. Модели лаконичные, простые, ровные. Чтобы ничто не вырезалось, все хорошо сидело. А под юбочки, под платья, сарафаны прекрасно подойдут, во-первых, нижние юбки. Замечательного качества есть. Из вискозы, стрейч, которые не поднимаются по телу. Прекрасные нижние юбки. Я советую вам запастись такими черненькими. Разной длины они могут быть. И тоже телесного оттенка. И тогда вы можете совершенно спокойно любые узоры, что спицами, что крючком. Вы можете носить все при любом размере. Главное правильно подобрать. И не стоит гоняться обязательно за какими-то плотными моделями. Тем более летом. Тем более это крючок. Как правило, если это не особые какие-то техники, которые есть у меня на канале интересные, вам нужно будет либо отверстия какие-то выбирать до ажуры. Как в данном случае юбочка ажурная. Либо, если у вас это плотное вязание, во-первых, это тяжело, большой расход. И летом вам будет просто банально жарко. Поэтому я вам советую вязать ажурные вещи. И просто правильно подбирать нижнюю какую-то одежду. Научиться этому. И все. Никаких вопросов, проблем не будет. Так. Тем временем я провязала все столбики под арки. Если вы не можете найти платье, под платье я вам рассказывала лайфхак про две маечки. Можно связать бретельки с одной маечки и пришить эту трубу по линии талии к топу. Купить два топика и сделать такую нижнюю платьицу. Но в принципе сейчас все продается, поэтому не обязательно так стараться. Только если вы где-то далеко-далеко живете, в какой-то глубинке. Ну и то можно через интернет все заказать. Так. Две воздушные петли после этих лепестков. И пока наш последний раз мы вяжем классическую четверку. И так весь ряд лепестки и четыре столбика. Заканчиваем двадцатый ряд. И провязываем столбик. Теперь двадцать первый ряд. Двадцать первый ряд. Назад шагаем под арку. И вяжем четыре воздушные петли подъема. Одна поворота. И из каждой тройки мы будем вывязывать четыре столбика. Первый столбик в столбик. Из второго два. И из третьего четвертый столбик. Воздушная петля. И так далее. Далее воздушная петелька и два столбика под арочку. Воздушная петелька и опять по четыре из каждой тройки. Заканчиваем двадцать первый ряд. Воздушная петля. Под арку провязываем столбик. И соединяемся в четвертую воздушную петельку. Осталось нам два ряда. Двадцать второй и двадцать третий. Так, четыре воздушные петли подъема. Мы начинаем двадцать второй ряд. Воздушная петля поворота. И мы провязываем просто по четыре столбика. И между ними по воздушной петле. Четыре вяжем. Раз, два, три, четыре. Воздушная петля. И так далее. Между лепестками воздушная петля. И два вот этих столбика мы провязываем вместе. Красота, красота. Так, два столбика вместе. Да, заканчиваем предпоследний ряд. Воздушная петелька. Провязываем столбик в столбик. И соединяемся с четвертой воздушной петлей. Готово. Последний ряд. Как мы его с вами будем вязать? Очень просто. Три воздушные петли подъема. И вяжем столбики. Раз. Заканчиваем предпоследний ряд. Не до конца столбик. И в четвертую воздушную петлю подъема мы соединились. Последний ряд. Двадцать третий. Четыре воздушные петли подъема. И перед нами четыре столбика. Мы провязываем не до конца. Каждый. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь все вместе. Четыре воздушные петли подъема. Точнее мы уже опускаемся вниз. И подарку мы будем вязать столбик без накида. Продолжаем. Четыре воздушные петли. И то же самое. И так мы обвязываем всю юбочку. Собственно говоря, это и последний ряд. И ряд обвязки. Четыре воздушные петли. Столбик без накида. Обвязываем так все наши многочисленные цветы. Вот и все, мои дорогие. Я связала быстренько столбиками без накида. Но не по длине. А прям столбик над столбиком. Завязочки. Достаточно длинные. Я люблю, когда завязки длинные. Может быть, я украшу их серебристыми шариками. Посмотрим. Фурнитурой в тон клюрексу. Продела в кулиску. И обвязала одним рядочком столбиков. Без накида. Симметрично пояс. Внизу ничего не потребовалось. Прекрасные фистоны. Юбку я не стирала. Провела в АТО. Просто попыхала паром утюгом. И все у меня выпрямилось. Отгладилось. Я не прикасалась утюгом к полотну. А просто обработала юбочку паром. Вот и все. Прекрасный результат. Обязательно пишите комментарии. Не забудьте поставить лайк этому мастер-классу, если он оказался для вас полезным. Напишите в комментариях, какое цветовое решение у вас. Жду ваших фотографий с такими юбочками на электронную почту. Буду показывать их в своих обзорах с вашими работами. Ну а на этом я прощаюсь с вами, дорогие мои. До завтра. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok